Слава святому Богу! Видно, в поисках истины нам нужно что-то постоянно спорить, постоянно кому-то что-то доказывать. 14 октября я отправила по Руси Исаину Матко, как он себя называет, в почте. То есть его фамилия Матковская. Написала я, что уже умерла моя плоть для греха. Ответ на то, что он говорит, что я там умру. Я говорю, что моя плоть умерла для греха. В принципе, это по слову. У Павла такое есть местописание, когда он говорит, что мы распяли плоть свою с похотями и страстями и там еще тоже умереть должны для греха. И воскреснуть до жизни новой. Вот. И я так понимаю, что он мне ответил через восемь дней. 22 октября. То есть восемь дней. Я уже не видела его. То есть прошло сколько времени, только вчера открыла. Уже умерла моя плоть для греха. Я отвечаю, Детка, не иллюзионируй. Твоя плоть вся пропитана карманом греха. И грешит ты, как несознательно и более сознательно грешишь. И грешишь ты, как несознательно и более сознательно грешишь. Пока твоя плоть как бы и жива, но духом твой дух уже мертв. Ты доигралась, детка, и твоими спорами с самим Господом, где ты посудила самого Христа. Если бы, детонька, твоя плоть умерла для греха, то и плоть у тебя то и не было бы. Ибо плоть и есть основа греха. Сам же и плод греха. Так что ваши людские иллюзионные терминологии вас и тебя, Лилия Клинчук, очень подвели. Здесь у тебя есть. Открывается ссылка. Ну, дух твой мертв. Это что такое? Это что, меня не существует вообще? Вообще даже понятия? Плоть может умереть, но дух это жизнь, которую Бог нам дал. И он может исчезнуть. И даже если вся информация о человеке исчезнет, то дух останется. И он может переродиться или человеком, или животным стать. То есть дух не может, в принципе, быть мертвым. Это нонсенс. Это может только иметь смысл, что человек не общается с Богом, когда он для Бога мертв. В этом смысле. Духовно не воскресший человек. Только этот смысл. Если человек общается с Богом, то эта фраза сюда не подходит. Я духовно жива. Я возродилась 26 августа 1996 года. Я родилась свыше. И дух мой живой. То есть это лже-пророк. Но сегодня я, конечно, в ауте от того, что этот человек считает себя двумя маслинами и двумя помазанниками. Я первый Иисус и последний второй Исаил. Я есть параклет. Я есть две маслины. Два тела помазанника. Иисус Исаил. Уже два тела. Уже у него два тела. Иисус Исаил одного дерева Духа Бога. Я есть два светильника, два помазанника Света Божьего, одной миноры. Откровение Иоанна 11. Там не два пророка, но параклет. Пара лет. Там уже не два пророка. То есть в Откровении написано, что там два пророка, а у него уже это не два пророка, это пара лет. Я Исаил есть сосуд аватар Бога, в котором сам Бог, Дух Истины, посланный Иисусом. Я есть тот Дух Бог, кто был по телу Иисусом. Истина в слове, образе и числе. Ну, психиатрия это считается диагнозом. Если человек называет себя двумя человеками, это уже диагноз. Поэтому я просто призываю людей понять, самое главное, что у Бога есть Слово. И оно судит. Так что утешаемся Господу. Находим мир с Богом, который благовествует, который дает надежду и проповедует мне жизнь после смерти. И поклонитесь мне, потому что скоро все закончится. А наоборот, Бог меня уже восемнадцатый месяц ведет, чтобы я говорила то, что... И человек, который совершенен в слове, он способен удержать всю свою плоть. То есть мы должны освещаться именно устам. Должны нашим быть чистыми. Для этого служат у Бога Серафимы. И тот человек, который уже осознает свою греховность, он говорит, у горе мне. Я человек с нечистыми устами. Живу среди народа с нечистыми устами. И прилетает Серафим. У него в руках угля. Уголье. И это есть Угненное Евангелие. Когда Херувимы... Между Херувимами находятся угли, которые бросаются на город. Это Угненное Слово, которое выжигает грех. Вот и вся миссия Угненного Слова. Проповедуется истина, информация. И Бог обличает человека в грехе. И показывает его несовершенство. Поэтому пребывайте в Слове, если хотите жить вечно. Продолжение следует...